Никаких изменений после визита Пашиняна в Москву не последовало, был сохранен тренд на снижение военно-политического взаимодействия Москвы и Еревана. Мы видели вывод отдельных подразделений российских с территории Армении, и этот курс будет сохраняться. Однако фокус встречи был на экономическом сотрудничестве, и это логично, потому что Армения остается частью Евразийского экономического союза. При этом желая вступить в ЕС, и для Европы, конечно, она становится объектом возможного влияния, поскольку может составить таким образом и противовес Турции и Азербайджану, и противовес Тбилиси, который сейчас проводит более суверенную политику, не желая разрывать связи с Россией, которые приносят объективные экономические выгоды, которые необходимы для существования в данном регионе. Пашинян высказывает стремление оторваться от России полностью и ищет партнеров и американцев, и французов, и в целом европейцев, чтобы по разным трекам простроить этот независимый курс. Недавно была встреча с заместителем директора ЦРУ, но двойственные оценки вызывают такое рвение Пашиняна, поскольку последние вспышки кори также связывают некоторые эксперты с ростом активности американских специалистов, биологов, военных технологов. которые могут разрабатывать и различные продукты двойного назначения, представляя тем самым биологическую угрозу населению страны. Что можно сказать? Москва оставила наедине Баку и Ереван. Другое дело, что Пашинян готов идти на требования Баку ультимативные, и это вступает в конфронтацию с настроениями населения, почему мы и видели эти оппозиционные движения, которые жестко подавляются. Что касается включения полностью замены России Западом, в части безопасности Армении, в части экономики Армении, позитивных результатов, это не принесет по объективным геостратегическим, геоэкономическим причинам. В первую очередь потому, что это отложенный во времени результат, который могут европейцы и Запад в целом кормить Армению, продавая обещания, как мы не раз видели, это часть их стратегии. Поскольку если любой ценой политическое руководство согласно идти на сближение с Западом, то эта любая цена растет во времени, пока страна полностью не сдает свой суверенитет. Безопасность Армении может обеспечиваться на балансе между крупными региональными игроками Россией, Турцией, Западом и Ираном. И последний визит в связи со смертью президента Ирана и высокопоставленных чиновников показывает тоже близость Пашиняна к такому курсу лавирования между разными региональными центрами силы. Сохранение связи с Ираном, пожалуй, более значимый фактор для региональной стабильности, чем всяческие стремления Пашиняна заручиться поддержкой французов и из-за этого обострением отношений с Баку. Есть консенсус, что региональные державы должны определять будущее региона и в части безопасности, и в части урегулирования конкретных территориальных и прочих споров. Поэтому присутствие Запада будет скорее дестабилизирующим фактором, и здесь нужна более тонкая политика, а мы ее сейчас не видим.